Всем привет, друзья! Вы на канале Учим Русский. И сегодня второй выпуск нашей рубрики «Русские новости на русском языке». Я уже подобрал три интересных новости для вас, которые есть на Яндексе во вкладке «Новости». Если вам интересно посмотреть оригиналы, вы можете найти их там без проблем. Ну а давайте пока начнем зачитывать одну за другой. «Орбиту МКС скорректируют для уклонения от фрагмента американской ракеты». Если вы проживаете в Америке или знаете что-то об этом, отпишитесь, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно сравнить эти новостные факты. Просто периодически новостные каналы России любят приплести что-нибудь новенького, что-нибудь необычного. Итак, маневр уклонения Международной космической станции, сокращенно МКС, от обломков американской ракеты планируется провести в пятницу 3 декабря в 10.58 по Москве. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозьев. Ранее в Роскосмосе сообщили, что фрагмент американской ракеты-носителя «Пегасус» сблизится с МКС в пятницу 3 декабря. Как отмечалось, минимальное сближение на дистанцию 5,4 километра ожидается в 13.33 по Москве. Очень интересный факт, что для космических расстояний минимальное сближение уже в районе 5,4 километра является довольно опасным. Именно для этого собираются провести маневр уклонения МКС для предотвращения опасного сближения. Очень интересно. Вторая новость звучит, как доктор Комаровский развеял популярный миф о вакцинации. Дело в том, что в России люди могут привиться не только в больницах и в госпиталях или поликлиниках, но также и на территории торговых центров. Врач и телеведущий Евгений Комаровский опроверка распространенное заблуждение, связанное с временными центрами вакцинации от коронавируса. Врач заверил, что прививаться в общественных местах безопасно. Комментарий доктора прозвучал в эфире программы «Час Голованова» на канале «Украина». Отрывок из выпуска Комаровский опубликовал на своем YouTube-канале. Он развеял популярный миф о том, что в торговых центрах и других общественных точках, где делают прививки, царит антисанитария, а значит, вакцинироваться там опасно. Комаровский пояснил, что если человек здоров, прививать его можно без какой-либо дополнительной подготовки. Что касается места, где делается укол, в нем должны быть предусмотрены возможности оказания неотложной помощи в случае возникновения острой аллергической реакции. Для этого медики должны иметь два препарата – гормональный и адреналин. По словам Комаровского, в местах, где прививают людей, лекарственные средства имеются. И врачи знают, как эти препараты надо вводить при проявлении аллергии. С учетом этого, по логике, человека можно прививать где угодно – в автобусе, в трамвае, в торговом центре и так далее. Подчеркнул телеведущий. Вместе с тем, в процессе вакцинации, особенно в условиях пандемии, в этих местах должны быть соблюдены элементарные противоэпидемические нормы. В замкнутом помещении не должно быть толпы людей и очереди. Чтобы решить эту проблему, врач предлагает развернуть во всех городах дополнительные временные пункты вакцинации. В них обязательно должны быть датчик, позволяющий контролировать содержание углекислого газа. Приточно вытяженная система вентиляции, разметка для соблюдения специальной дистанции и предварительная запись для того, чтобы люди не толпились. Ранее доктор Комаровский собрал главную информацию про омикрон-штамм коронавируса. Медик призвал граждан дождаться итогов исследования нового штамма и также дал прогноз о снижении эффективности имеющихся вакцин против данной мутации. Если у вас есть какие-то свои мнения на этот счет или какие-то идеи, это вообще нормально прививаться в торговых центрах или ненормально? Может быть в вашей стране тоже кто-то прививается в торговых центрах или правительство тоже открыло временные центры в торговых центрах? Отпишитесь пожалуйста в комментариях, очень интересно знать, только ли Россия прививается в торговых центрах или может быть еще где-то это возможно. Ну а третья новость звучит как цены на одежду и обувь в России выросли на 15% за год. Рост стоимости тканей, а также логистические проблемы привели к тому, что за год цены на одежду и обувь в России поднялись на 10-15%. В следующем году эта тенденция может сохраниться, сообщили известия после беседы с аналитиками рынка. Компании и эксперты отметили, что подорожание товаров происходит неравномерно, пик цен зависит от сезонов, а также от конкретных материалов. Например, наиболее сильный рост цен был зафиксирован осенью, во время появления новых коллекций. В следующем году, по мнению аналитиков, сильно подорожает обувь с непромокаемыми материалами на 20-30%, а также одежда премиум класса вплоть до 40%. Продавцам с большим трудом удается компенсировать потери, учитывая, что средний чек россиянина не увеличился. Граждане все еще не готовы отдавать большое количество денег на новую одежду. Именно поэтому отечественные компании стали чаще устраивать акции, а также выходить на международные рынки. На этой неделе в России был зафиксирован наибольший рост средних цен на товары с июля. Тоже очень интересная новость и необычная, потому что большинство одежды и обуви завозится в Россию из Китая. И как пишут из Вестия, что они разговаривали или беседовали с аналитиками рынка и выявили проблемы подорожания товаров из-за дорожания конкретных материалов. Но как эти материалы могут дорожать, если большинство одежды поставляется из Китая, а в Китае цены не растут? Потому что здесь все стабильно, материалы используются те же самые. Как оно может дорожать? Логистические услуги, да, в России дорожают за счет того, что происходит подорожание бензина, газа, либо каких-то других составляющих, которые помогают продавать одежду. Но вот как подорожает, как может подорожать сама одежда, как производство может подорожать, если они ее не производят в России? Я не говорю, что вся одежда не производится в России. Я говорю про подавляющее большинство одежды и обуви, которые продаются в России. Особенно это дешевые аналоги, либо дешевые бренды. Никто из них не производит одежду на территории России. Так что если у вас есть мнение и на этот счет, тоже оставляйте свои комментарии под этим видео. Будет интересно провести дискуссию и побеседовать на эту тему. Ну а на этом мы заканчиваем. Спасибо, что слушали новости на русском языке. Надеюсь, вам понравилось. Если у вас какие-то есть пожелания, либо предпочтения, может быть, вам нравится какой-то определенный топик, либо определенная тема, я могу находить новости и на эти темы, и обсуждать их с вами. Ну а на этом все. Спасибо, что слушали. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и по возможности распространять видео через социальные сети своим друзьям, либо другим людям, которые хотят учить русский язык. Русский язык через интересную информацию, не по грамматическим учебникам, а именно живой русский язык, через новости, через истории. Это более удобный и более практичный способ изучения иностранного языка. Всем спасибо. До новых встреч. Bye-bye.